В Шеремат Бхагаватам шестой песни говорится «Тармамту сакши Бхагават пранитам». Истинные законы религии устанавливает Сам Верховный Господь. Не могут это сделать ни великие гриши, с высших планет не полубоги, ни правители ситхалуки, хотя все они пребывают в гоне благости. Что ж тогда говорить об ассурах и обычных людях, и дятхагах, и чаганах? И это сказали Вишнадуты, Ямадутам. Смысл в том, что даже величайшие личности, что уж говорить о других, они не знают о принципах тарма, они не знают истинный смысл тармы. Бхактисидан Сарасвати такой, в высшей школе в Митнапури, он хотел говорить о настоящей религии. Но ректор этой школы, он сказал, мы не можем это сделать, не можем это позволить, потому что у нас светское образование. Ну и к тому же есть очень много религий, есть очень много тарм. И Гуру Махарадж делится, что то же самое происходило с моим Гуру Девам, с Гургавиндой Свами. И что это все значит? Значит, Бхактисидан Сарасвати такой, он говорит, если есть разница между тармами, что это значит? Значит, вообще нам не надо говорить ни о какой тарме. Сейчас что происходит? Люди, они бегут за миражом и думают, что это вода, что это не мираж, а это настоящая вода. Сейчас под именем тарма, под именем религии, джихата, происходит множество сражений, убийств. Они прикрываются тармой и убивают. Все это Локи Каттхарма. Все это созданное людьми тарма. И вот теперь, из-за того, что есть разница между Локи Каттхармами, что мы не должны постараться понять, что такое настоящая тарма. Мы не понимаем, что такое настоящая тарма, если думаем таким образом. Тарма – это Парамархи Каттхарма. Сейчас мы можем видеть, что люди в основном ничего не знают о настоящем, о духовной религии, о Парамархи Каттхарме. И почему? Почему люди не знают, не следуют тому, что сказал сам Верховный Господь Кришне Аттхарме? Ведь настоящая тарма уже дана Кришне. Почему мы не можем принять ее? В чем причина? Это все от я китра. То есть это попытки понять через свои чувства, понять эту тарму через свои чувства. Через материальные чувства. Не можем мы сделать таким образом правильный вывод. Потому что наши чувства, они дефектные чувства. Тарма уже дана Бхагаванам. Но что происходит? Мы приходим к ложному пониманию. И делаем глупости под именем тармы. Это не то, что не касается нас. Это касается конкретно меня лично. Также мы видим это и во всех религиях. Допустим, под именем джихада убивают множество людей сейчас. Ченакия Пандит, он сказал, Это тело и материальное богатство, а не времени. Этот мир, он Мритя Самсара. Тут никак не избежать смерти. Она очень близко к нам смерти. Все время она рядом. Поэтому наша обязанность – узнать истинную тарму. Бхактинот Такур, он молится. День прошел. Я делал много всего, основываясь на ложном. Ночью я спал и занимался сексом. Но я не замечаю, что смерть сидит совсем рядом. Что же такое тарма? Так как лидеры, они не понимают, что такое настоящая тарма. Они создают препятствия сейчас для проповеди настоящей тармы. Гуру Мхарадж делится, допустим, в Сингапуре. Они ничего не разрешают делать преднём. Всё запрещают. В Индонезии сейчас такая ситуация, что так называемые хиндва не создают проблемы для предных. Ну и не только там. Во многих местах так происходит. Каково настоящее значение тармы? Это то, что никак нельзя отделить, отбросить, брать. То, что всегда находится с нами – это наша тарма. Допустим, что за тарма у жидкости? Или что за тарма у огня? Жидкость, она всегда течёт. Но если жидкость замёрзнет, это уже не будет жидкости. Или огонь. Огонь, он всегда жжёт и светит. Если не будет вообще тепла и света, то нельзя назвать это огнём. А что за тарма? Какая тарма у меня, у дживы? Какая тарма? Если её отнять, я не буду дживой. Допустим, смотрите, любой предмет. Ну вот, каратала, допустим. Они не могут служить сами себе. Но джива, она может служить. Собаки, кошки – все они могут служить. Если отнять вот это служение, то джива будет не дживой. Не дживой. Что такое четано или сознание? Вообще, что такое сознание? Это сева четано. Кому-то должна служить джива. И кому должна служить джива, чтобы обрести вечное блаженство? Служа целью джива, обретёт нитьянанду. И это служение называется нитьядхармой, является нитьядхармой. Если человек никакого счастья не обретает, значит, он не находится в нитьядхарме. Над чем-то другим он занимается. Время не влияет на нитьядхарма. Это не так, что «Ну вот сегодня я поделываю немножко, выполню свои обязанности, ну а завтра я отдохну». Нет. Почему так происходит? Потому что сейчас эта нитьядхарма или джива дхарма, она искажена. Куда бы мы ни отправились, наша дхарма служит Верховному Господу. Допустим, приводится пример молотилки. Ну, сейчас никто не использует, но раньше, чтобы зерно обмалачивать, использовали молотилки. Если эту молотилку перевести в другое место, там, даже на другую планету, и её занятие, её предназначение не изменится. Тот, кто развёл отношения с Кришной, будут скорбеть, если им не получится в какой-то момент выполнить служение Кришне, если не удаётся служить Кришне. Ну, и Гуру Махарадж делится, как Гургавинда с вами однажды он плакал. Почему он плакал? Потому что не предложили Прогу Гавани Тай. Он очень переживал из-за этого. Что мы сейчас делаем? Это сэво? Можно назвать это сэво? Нет. Отношения не установлены. Если бы сейчас у меня были отношения с Господом, я бы не мог спать. Я не мог спокойно сидеть. Я бы думал, что Господь не получил, не получил хорошей пищи сегодня, или ещё что-то. Нет, он не может нормально отдохнуть из-за шума. Ну, что-нибудь. Я постоянно бы думал о нём. Поэтому прежде всего надо обрести самбан хабьяна. Тогда только я хорошо смогу выполнять свою дхарму. Дхарма подразумевает, это я должен делать, а это я не должен делать. А что происходит? Допустим, Франция, она славится своей парфюмерией, да? Ну, и люди покупают с разных мест. Вот в Индии, допустим, они любят покупать французскую парфюмерию. Как вот в Индии сейчас иногда поклоняются? Ну, предложим Кришне что-то, кусочек банана, допустим, да, какой-то фрукт. А сами будем наслаждаться, ну, всё, едой. Сколько у нас там разных всяких. Так бывает и у нас тоже. То есть я предлагаю что-то Кришне, да? Ну, а для меня там уже много чего в холодильнике есть. Что это за тхарма? Это Шарира тхарма или Манна тхарма. Что я делаю? Я исполняю желание тела. У меня биологические нужды. Нужды чего? Этого тленного тела. Если у меня это телесное сознание, я не смогу понять настоящую тхарму. Тхарма, она связана с атмой, не с этим телом. Поэтому атма тхарма. Забудьте о теле вообще. Ачария Варга, гуру, они всегда говорят нам об атма тхарме. Это вечное и непогрешимое. Кто находится в сознании души, он всегда днём и ночью он медитирует на высшую истину. Он медитирует на брам сатьям. И где эта высшая истина? Она в Кришне, в Бхагаване. И так как она в нём, никто не может нам рассказать об этой высшей истине. Но если человек не может познать высшую истину, как он сможет соблюдать тхарму? Итак, кратко. Смысл тхармы в том, чтобы познать Бхагавана. И также нам надо понять, какие наши отношения с ним, с Кришной. Понять себя и понять Бхагавана, вот это и есть абсолютное знание. В первой песне, что Мадбхагава там говорится, «Васудривах парам гьянам, васудривах парам та паха, васудривах парам тхарму, васудривах пара, каких?» Очень хорошая шлука это. Гурдев, Гурбиндасвами, он читал лекцию по этой шлоке. Но что он сделал? Он рассказывал историю о Калвичи Шитхаре. В том, что Махараш говорит, что он пришёл к нему, и он спросил, почему он не говорил об этой шлоке. Он ничего не ответил, он молчал. Но на следующий день он стал рассказывать об этой шлоке. Так. Как утверждается в богооткровенных писаниях, высший объект познания – это Шри Кришна, личность Бога. Цель жертвоприношения – это удовлетворить Его. Цель йоги – это познать Его. В конечном счёте, только он награждает все живые существа плодами их кармической деятельности. Он – высшее знание, и он – все суровые эскезы. Всё это совершается для того, чтобы постичь Его. Религия Дхарма означает любовное служение Ему. Он – высшая цель жизни. Итак, знание Дхармы мы получим из Шримад Бхагаватам, потому что Кришна – Тулия Бхагаватам, Випху соглашая. Бхагаватам не отличен от Кришны, это сам Кришна. Шримад Бхагаватам даёт нам знание о высшей истине, Сатьям, Парам, Дримахи. Нитья Дхарма, Санатана Дхарма. Всё это – вечная Дхарма. Кришна – это мула, это корень, источник Дхармы. Если мы уберём верховную личность Кришны из Дхармы, то в итоге будет только хаос. Один хаос будет в обществе. Когда Гурмахарадж делится, что когда он в детстве читал, в учебниках были истории, то есть в тех книгах, которые нужно было читать в школе, там были истории из Рамайны, из Махабхараты. С детства. С детства Гурмахарадж говорит, что он знал о Кришне. Но сейчас всего этого нет. Ну, тут на Западе и раньше так было, но в Индии сейчас этого уже нет. Но Гурмахарадж говорит, Гурмахарадж говорит, что человеческая жизнь начинается с того момента, когда мы узнаем что-то от Дхармы. Иначе это жизнь двуногого животного. Нельзя вообще такую жизнь назвать цивилизованной. И это сейчас распространилось повсюду. Раньше, по крайней мере, в Бхагатаварше люди знали, что это Дхарма. Но сейчас это очень трудно. Сейчас даже в Бхагатаварше очень трудно узнать Дхарму. Есть Садханакарья. Есть Асадханакарья. Что это значит? То есть есть какая-то обычная деятельность. Это еда, солнце, выкупление, оборона. И есть необычная деятельность. Что это? Это следует нашей настоящей Дхарме. Если человек в этом мире, он знает Дхарму, он великая личность. Ну, а тот, кто просто есть, спится, выкупляется, можно сказать, что он не развит, он не цивилизован. Чья вообще обязанность погружаться внутрь и смотреть на Атму? Мы вообще сейчас не хотим видеть Бхагавана. Что уж говорить о какой-то самбанхе. Мы думаем только о теле. Ну, и многие говорят так, многие говорят, даже духовные, так сказать, люди, они говорят, нужно сначала подумать о теле, о семье, а потом уже надо думать о Боге. Тхарма человека совершать преданное служение Верховному Господу. Тхарма других живых существ, она связана с телом. Человек всегда должен думать об Атму, о душе. Это просто рутинная, ну, вот эта материальная деятельность, это не сева, не служение. Ну, и даже рутинная деятельность в храме, это не сева. Сева должна приносить удовольствие Верховному Господу. Называется премамой сева, служение с любовью. И тогда очень крепкие, очень тесные будут отношения. Принный муж сказать, нет, Гопал, сегодня ты будешь есть это, сегодня ты будешь делать это. Есть одна история. Мальчик, он ходил в лес, ой, в лес, в школу, но далеко, в деревенской школе, ну, деревенский мальчик, и школа далеко была. Сейчас иногда бывает так. Надо было через лес идти ему. И он боялся. Там страшное было в лесу. И он пожаловался матери. Он сказал, что мне делать? Как-нибудь, я боюсь идти. И мама сказала ему, ты зови старшего брата. Мальчик спросил, а как? Как его зовут? Мама сказала, я его зовут Гопал. Он твой брат. Зови его. И каждый день он стал звать Гопала. Гопал приходил, и они общались по дороге. И в какой-то день наступила Сарасвати Пуджа. В школе нужно было принести какие-то продукты для этой Пуджи. Ну, и все ученики должны были принести молоко. И мальчик спросил маму насчет молока. Ну, они жили очень бедные. Мама сказала, ну, нет у нас никакого молока. И мальчик сказал, ну, как быть? Я должен принести. Мама сказала, ну, у тебя есть старший брат, попроси старшего брата. И мальчик тогда попросил Гопала. И Гопал ему дал маленькую чашечку молока. Наверное, вы знаете дальше, что это было. Необычная чашечка. Нам надо полагаться на Кришну. Если нет у меня отношений с Кришной, если я не полагаюсь на Кришну, как я могу говорить, что я совершаю тхарму? В первой песне Шимадбхагаватам говорится Вся деятельность человека, совершаемая в соответствии с его положением бесполезный труд, если она не пробуждает в нем интереса к посланию Личности Бога. Не пробуждает влечения к этому Бхагаватам. Если сейчас ну, тут, вот смотрите, в этом мире все они что делают? Они наблюдают за каким-то соревнованием, за какими-то рок-звездами, поп-звездами, за какими-то политиками, врачами, ученым. Но настоящая тхарма объясняет наши истинные настоящие занятия. Многие сейчас заняты разной деятельностью. Материалистичные люди ничего не хотят слушать, что идет против телесного комфорта, против наслаждения этого тела. они всегда смотрят на это тело и на комфорт для тела. В чем они думают тхарма? Я думаю, что моя тхарма в моей выгоде. Все должно быть выгодно, очень хорошим. Чтобы моя одежда была очень хорошая, моя еда была очень хорошая. Все должно быть выгодно для меня. Ну, и также для моих близких. Но что происходит? Многое тогда я не могу видеть. Я вообще ничего не могу видеть по сути. Даже если я приду в храм, что я скажу? Ну, я скажу, а когда просад? Или вообще просад еще не будет? То есть я постоянно думаю о своем благе. Я все время что-то высчитываю, вычисляю. Но есть категория более возвышенных людей. Это разные философы, гианинерские философы. У них другая тхарма. Но они по-разному. Есть философы очень странные. Допустим, они говорят, надо просто жить и наслаждаться, потому что тело все равно будет разрушено. Они придумывают разные философии, разные идеи. Ну, а в чем в конечном итоге суть их философии? Всегда там есть какой-то эгоистический интерес. философы. Но высшая тхарма это совершать любовное служение адхукшиджи бхагавана. Салайпумсах парод тхармой ято бхактира адхукшиджи. Тот, кто хорошо понял тхарму, будет желать только удовлетворить Верховного Господа. Вот это настоящая тхарма. Если бы не было сейчас ни атмы, ни параматмы, как вообще какая-то жизнь существовала бы. Только благодаря им мы живем. Но как много мы вопрошаем о них об атме и параматме. День и ночь я думаю о теле. Где время у меня думать об атме и параматме? Но тело это только покрытие, это клетка для атмы. Заботясь об этой клетке, мы уничтожаем птицу в ней. Атма не получает питания. Все питание сейчас только для тела. Какова конечная цель жизни? Конечная цель жизни вернуться назад, домой, к Богу. Соблюдать тхарму это не искать сколько выгоды я получу от этого, сколько выгоды будет для меня. Тот, кто соблюдает тхарму, естественно получает благо. Не думает он вообще о выгоде. Не думает он о приобретениях или потерях. Также есть многие так называемые разумные люди, они думают, что освобождение это и есть высшая тхарма. Но вот это освобождение имперсоналистов, гиани, это не настоящее освобождение. Что такое мукти? Это значит никогда не возвращаться в этот материальный мир. Надо идти туда, откуда нет возврата. И это парамадхама. Как коротко описать эту тхарму? Не получится. Но что это такое парамадхама? Это значит познать Бхагавана в Татве, развить с ним отношения и служить ему с любовью. И тут есть еще вопросы-ответы в этой лекции. Если человек не будет думать об Атме, о чем он будет думать? Он будет думать о материи. Если человек знает о Бхагаване, но ничего не делает, значит у него нет твердой веры к Бхагаване, нет настоящего знания о Бхагаване. Это называется локика. То есть его знание не подтверждено шастами и гуру. Поэтому он серьезно не относится к тому, что надо делать. Не относится к своим отношениям с Бхагаваном серьезно. И как он будет слушать Садху? Но когда он по-настоящему будет слушать Атсадху, тогда он поймет свою обязанность. Когда человек думает о своих наслаждениях, он не думает, как доставить удовольствие Кришне. Это будет продолжаться, пока он доволен. Пока Майя не начнет наказывать его, и начнет хвистать его. Когда он получит эти удары Майя, он повернет свое лицо к Кришне. Пока он не получит удара от Майя, он полностью не повернется к Кришне. Даже если я знаю, что все надо предлагать Кришне. Но как происходит? Я готовлю что-то, несу, но я знаю, что я получу это. Потом я это все равно получу. То есть вот эта тенденция наслаждаться сохраняется, даже когда совершаю подношение Кришне. Есть вот эта история про Говинду. Гуру сказал Говинде принести четыре раз агуру. Говинда пошел, где надо взял, и он несет их. И потом что он думает? Гурдев всяко мне даст одну агуру. Он предложит их Кришне одну мне хоть как даст. Почему мне не съесть ее счастье? И он присел и съел одну агуру, несет, и потом он вспомнил три агула неблагоприятно предлагать. Он думает, ну, съесть наверное одну, чтобы осталось две. Вот он несет две гасагулы, и он размышляет. Но Гурдев предложит их. Но все равно одно он мне отдаст. Почему мне ее не съесть сейчас? И он съел эту гасагулу, и потом он идет, идет и думает, но Гурдев меня будет ругать. Я же должен был принести четыре, а я несу одну. И все равно он меня будет ругать, даже если я принесу одну, или вообще ничего не принесу, а он меня будет одинаково ругать. Поэтому почему мне съесть последнюю гасагулу? Вот так. Когда человек думает об атме, он будет искать, он будет наоборот искать, в чем ее обязанность. И тогда ему расскажут, что его дхарма доставляет удовольствие Кришне. Это из лекции Шишипат Чайтанья Чандрапрабху. 08.08.2021 года.